Светлана Котова. О том, кто такой Александр Солоник говорить не приходится. Когда-то он был одним из самых профессиональных киллеров, за услугами к которому обращались представители различных преступных группировок. О том, сколько на его счету числится, жертв можно только догадываться. Неоднократно его арестовывали за убийство, но Солонику удавалось сбежать из мест лишения свободы. Он стал единственным человеком, кто смог самопроизвольно покинуть матросскую тишину. Профессиональный киллер был любителем красивых девушек. Неоднократно был замечен в сопровождении очаровательных красоток, но романс каждый из них был недолгим. Дольше всех его отношения длились с манекенщицей по имени Светлана Котова, которая была участницей конкурса Мисс Россия в 1996 году. После его завершения она вместе со своим возлюбленным переехала жить в Афины, что с ними происходило дальше до сих пор остается неизвестным. 2 февраля 1997 года в лесу в Ари-Баби, располагающимся рядом с Афинами был найден труп киллера. Светлана Котова оставалась без вести пропавшей, и ее поиски продолжались еще в течение три месяцев. Обнаружили тело манекенщицы в мае 1997 года вблизи курортного города Сараниды. Убийцы спрятали его в чемодан, который долгое время лежал под деревьями. На момент смерти Светланы Котовой едва исполнился 21 год. Александра Петрова Александра Петрова проживала в городе Чебоксары. С детства она отличалась невероятно красивой внешностью, и ее мечтой, как и любой другой девочке, было желание стать знаменитой моделью. В 16 лет она начала медленно, но уверенно приближаться к своей заветной цели. В 1996 году одержала победу в конкурсе Мисс Россия, который проходил в Новгороде. С тех пор, ее карьера пошла на взлет. Она то и делала, что успевала получать выгодные предложения о работе от представителей различных модельных агентств. Она активно работала, поступила в Институт иностранных языков, но вскоре встретила молодого человека по имени Константин Чувилин, который был участником ОПК Чапаевская. Между парой возник бурный роман, они обзавелись шикарной квартирой и дорогим автомобилем. Вечером 16 сентября 2000 года в Чебоксарах возлюбленная была убита. В квартиру постучали, она охотно открыла дверь и обнаружила на пороге двух мужчин, которые приставили ей пистолет ко лбу и проникли в квартиру. Соседка, которая наблюдала за происходящим через дверной глазок, позвонила в милицию. Когда та прибыла, в квартире было обнаружено двое мужчин и Александра, все с огнестрельными ранениями. Девушка была еще жива и ее доставили в больницу, но по дороге она скончалась. На момент смерти моделя было всего 20 лет. Убийц, совершивших тяжкое преступление, найти не удалось. Людмила Мотицина. Когда-то на территории Тольятти действовала мощная и масштабная группировка Волговская. Одним из ее участников был Евгений Савков по прозвищу Савок. Парень отличался беспощадным и жестоким характером, за что вскоре и получил роль одного из лидеров преступного сообщества. Долгое время он был в розыске, и жил под фальшивыми документами вместе со своей возлюбленной по имени Людмила Мотицина. В конце декабря 2000 года бандит отправился на разборку с конкурентами, а возлюбленная последовала за ним, что и стало ее роковой ошибкой. Пока мужчина разговаривала, она наблюдала за происходящим, находясь в салоне автомобиля. Когда Савок уже приблизился к ней, раздаслись выстрелы. Девушка открыла дверцу транспортного средства и выбежала на улицу, но тут же получила смертельный выстрел в голову. Сам же мужчина, несмотря на тяжелое ранение, смог сесть в автомобиль и самостоятельно добраться до больницы, где и умер через 4 часа, несмотря на все попытки врачей спасти его жизнь. Убийцей оказался соперник Савка-бандит по имени Андрей Милованов, известный по прозвищу Зеленый. На момент смерти Людмиле было всего 28 лет.